После этого впадаешь в ступор и напоследок начинаешь кричать, что всё пропало. Здесь именно тот случай и про англичан. До британцев наконец дошло, что остановка сертификации Северного потока-2 ударила не по русским, а по европейцам. И действительно, странно как-то получается. По западной логике, в этой ситуации проблемы должны были начаться у Российской Федерации. Но каким-то странным образом всё произошло наоборот. Россия сперва прикрутила вентиль, дождалась шикарной цены, после открутила вентиль и озолотилась на поставках газа замерзающим русофобом. Но оказалось, и это ещё не всё, и Путину нужно больше европейской кровушки. На днях Британия заявила, что если немцы будут продолжать душить Северный поток-2, то Евросоюз из-за дефицита газа будет вынужден покупать сталь, бумагу, стекло, цемент, керамику и химикаты в той же России. Короче, куда ни глянь, везде выигрывает Путин, считают британцы. На днях один из самых популярных интернет-ресурсов Британии, Дейли Мэйл, сообщил о банкротстве в королевстве ещё двух энергокомпаний, Неон Риф и Соушал Энерджи Суплай, в дополнение к 20, объявившим себя несостоятельными. И как-то так получилось, что произошло всё это благодаря Германии. Цены на газ скакнули на 17% и ударили по британским энергокомпаниям из-за приостановки немцами сертификации СП-2, считают англичане. У кого-то в Европе сейчас наверняка кровь из ушей пошла. Ведь оказывается, это не русские и во всём виноваты. Ведущий трейдер Трафигура заявил, что Европа может столкнуться с веерными отключениями в зимние месяцы из-за нехватки газа, пишет Дейли Мэйл. Германия поспешила заявить, что приостановка сертификации является временной. Но на самом деле все понимают, что Берлин хочет прибрать к рукам оператора СП-2 Нордстрим-2 Эй-Джи, требуя от этого изменить организационно-правовую форму в соответствии с законодательством Германии. Остается загадкой, почему немцы выбрали для приостановки сертификации именно тот день, когда произошло сокращение поставок норвежского газа в Великобританию из-за прекращения добычи на месторождении Тролль, якобы по причине нерентабельности. Но проблемы, как известно, не приходят поодиночке. Возможно, это просто совпадение, но есть вопросы к европейской солидарности. Еще в сентябре сгорел силовой кабель, по которому электроэнергия поступает из Франции, но Париж так до сих пор и не начал ремонт. Из Пятой Республики идут мутные отговорки, вызывая у англичан раздражение. Такое впечатление, что норвежцы и французы прикрылись техническими моментами, чтобы зимой самим не оказаться без энергоресурсов из-за нелепой войны с русскими за Северный поток-2, считает Daily Mail. Между тем, британские компании, производящие сталь, бумагу, стекло, цемент, керамику и химикаты, заявляют, что будут вынуждены закрыть свои заводы или переложить растущие расходы на потребителей из-за повышения ценной энергоресурсы. Как гневно выразился один из топ-менеджеров на условиях анонимности, если мы не решим проблему с русским газом, мы будем покупать вышеуказанные продукты в России, у которой издержки окажутся в разы меньше, без вариантов. Речь идет не об единичном гласе вопиющего в пустыне. Многие английские бизнесмены тоже уверены, что политические игры еврокомиссаров вокруг СП-2 идут только на пользу Москве. Да, чисто теоретически Российская Федерация потеряет доходы от экспорта голубого топлива, но у нее появится отличная перспектива выйти на европейский рынок энергоемкой продукции. А второе стопроцентно выгоднее первого. Европейские СМИ в голос.